Кива и Шабунин. Зеленка. Да, Зеленка вообще главные действия. Я не знаю, политика на Украине, которую они обливали с Зеленкой. И Шуфричу доставалось. Королевская помню, помню как Королевскую. Да, 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 да. Но похоже Витренко, это уже давно получалось. Не будем, да, не будем об архивах. Что произошло? Два разных митинга, причем один в один день. Да, специализированная прокуратура, кому-то не раз за Хладницкий, кому-то не нравится Сытник. Да, Шабунин привел каких-то сравнительно вменяемых людей, а Акива привел привел бабушек за пол буханки хлеба. Ставишь ли ты на то, что это случайное произошло? Митинги, два митинга в один день в одном и том же месте? Нет, по-любому это не случайно. Я думаю, это специальные манипулятивные штуки для того, чтобы размыть эффект. Ну, из разряда типа мы приведем против Холодницкого, а мы тебе такой же митинг, да, и там уже разбирайся, кто проплаченный, кто нет, приведем на зеркально сделаем. И это размажет информповод. Если одно дело, когда происходит какой-то пикет и все говорят там выступали против того-то. Но и сейчас современные, мне кажется, вот эти технологии, пиар заключается не в том, чтобы не допустить информацию, как это было при Кучме, да, там, то сейчас эти манипулятивные технологии заходят в то, чтобы разбавить это все в такой бочке с неправдой и брехней, чтобы люди уже не понимали, кто прав, кто виноват, кто говорит правду, кто нет, за кого-то митингуют, против кого. Они специально это делают, и это показано там. Я просто не могу понять, ты реально веришь в то, что люди вообще не понимают то, что происходит? Люди, мне кажется, чаще всего не понимают, что происходит. Окей, ты сейчас, в данном случае, я так понимаю, что ты скорее больше на стороне Шабунина? Да, безусловно. Я не хочу сказать, что я ему симпатизирую, но в ситуации с Киева я по-любому на стороне Шабунина. Как тебе, кстати, Киева? Ну, Киева, это как бы, он всегда был, как бы, ты видел эти плакаты, бигборды? Ну, они же пухающие. Причем он действительно, ну, типа, они устрашающие. Это глава социалистической партии. Бедный Мороз перевернулся в кровать. Как он вообще продал эту партию? Я не пойму. Что под деньгом? Сколько сейчас стоит прикупить пару старых партий? Симоненко пустил крокодилью, скупую слезу, потому что его никто не купит. Вот интересно, как вообще Киевом смог стать главой социалистической партии? Лучше только, знаешь, кто? Добкин, христианские социалисты. Да, он с хоругвями, вот это, знаешь. Ну, типа, был, ну, более-менее, что ты там говорил человеку, потом совсем уже поехал с катушек сорвался. Понимаете, брат за колонной, типа, прячется, а этот ударился в религию. Ну, типа, у каждой, каждый сходит с ума по-своему. Киева в социалистах и Добкин в христианской социалисты. Помните, была партия яблока? Нужно Киеве, нужно было, нужно было возглавить партию яблока, фруктовая партия. Сегодня там с кем-то вместе на выборы пойдем и яблоку победы принесем. Да-да-да. Впереди яблоко идет, типа, марширует у него, типа, бровки. А, она нас не подведет. Вот. И Киева с вот этим сумасшедшим взглядом. Но он запоминающийся, он работает. Вот, то есть, он реально, он похож, знаете, кого, на кого мне напоминает? Харизма. Харизма. Да, во-первых, типа, ну, это стереотипный такой, он мне напоминает вот этого чувака из сериала «Глухарь» русский. Похоже? Я не знаю. Не знаете, типа, тоже лысый, тоже такой немножко туповатый, ну, типа, решительный. Вот эта белая рубашка, slim fit, понимаешь? Он выглядит круто, пока не открывает рот. Тогда у него начинаются проблемы. Ну, говорит, ну, тоже классно. Да, ну, такой, типа, местный тут стетхэма изображает, понимаешь? Ты смотрел этот видос? Да, конечно. Что, есть там нам, что посмотреть? Сейчас гоним. Просто Киева с цит почуды випы. С цит почуды випы. И смотрите, сейчас идет переминание с одной ноги на другую. Это где мы видим? Обычно мы такое замечаем в боксе, когда перед тем, как будет гонг, что можно драться, боксеры начинают искать более удобную стойку, более удобную позицию перед началом боя, перед первым ударом. То, что происходит с Киевой. Давайте посмотрим. Киева начинает отходить назад, увеличивая при этом дистанцию относительно Шабунина. Но при этом все-таки у него тело подается вперед, демонстрация гнева. Возможно, что страх маскируется путем гнева. Ну, то есть он старается гневом замаскировать свой страх, чтобы не выдать его. Но его увеличение дистанции говорит все-таки о том, что он испытывает страх перед этим человеком. Видите, да? То есть расстояние с каждым разом становится все больше и больше. И потом, что делает Киева? Он берется за микрофон. Что значит микрофон в данном случае? Микрофон – это его убежище. То есть то, зачем он может скрыться. Вот если сейчас Игорь будет сидеть, он может взять вот какой-то журнал. А что ты Игорь, я приплел сюда, я не понял. Что Игорь, при чем? Ну, потому что ты самый активный. Во всех смыслах. Давайте определимся теперь, что происходит. У Киева, какой бы он массивный ни был, у него должны быть размашистые жесты и агрессивное поведение. То, которое он сейчас демонстрирует своим лицом. Но при этом у него подавленные жесты. То есть он показывает доминирование, но нет вот этого размаши шестого жеста. То есть он не показывает. У него амплитуда минимальная. То есть минимальная амплитуда опять-таки говорит о проявлении страха. Когда нам страшно, мы сидим аккуратненько, как мышки, стараемся ничем себя не выдать. И вдруг, когда мы хотим проявить свою агрессию, что мы делаем? Мы стараемся за… Я убегаю. А я вот сижу, видишь, как… Вот. Мы стараемся больше завладеть территорией. Вот. Как только… Посмотрите на Шабунина. Как только Шабунин поворачивается спиной, что происходит у Киева? У него идет большая амплитуда жестом. То есть опять подтверждается тот страх, который мы интерпретировали в самом начале. Куча милиции, куча милиции. Бегают люди, обливают друг друга зеленкой и стоят правоохранительные органы, которые не могут не задержать хулиганов, которые им дают уйти. Нету арестов. Когда это все продолжается, это все… Это же цирк. Это же… Это театр абсурда. Я замечаю, кстати, что есть такой парадокс, что полиция почему-то наша, вот почему-то очень спокойно относится к тем, кто проявляет очень яркую агрессию. Они скорее бабушку, которая пирожки продает, задержат у метро. А вот когда видеть, особенно группа лиц, там условный там нацкорпус или кто-то, когда обычно что-то делает, они все такие становятся полицейские, вялые, никого не задерживают, не трогают. Я тоже меня удивило, что бегает этот зеленый шабунин и кричит, ну вот же чувак, которыми я облил. Вот он. Да, не трогает. Они подавлены. Я это очень хорошо видел, когда это было милицией. К сожалению, сейчас… Давайте посмотрим, чем закончилось относительно зеленки. То есть, видите, он не прищуривается, ничего не происходит. Если мы обратим внимание на верхнюю часть лица, все хорошо. То есть, нет ничего. И он нормально разговаривает с Киевой. И давайте посмотрим, что же было, когда все-таки Шабунин попал в скорую. Смотрите, он прищуривает глаза, потому что открыта дверь и стоит камера. Как только он открывает глаза, вот, обратим внимание, он видит камеру и он начинает прищуриваться еще больше, показывая тем, что посмотрите, как мне плохо. Ты хочешь сказать, что он притворяется? Конечно, он играет на публику. Шабунина, конечно, жаль. Понятное дело, что гранты, понятное дело, что деньги, понятное дело, что их спонсируют, но… Да, но идет травля, и сознательная травля, и та война, в которой они участвуют, в принципе, они ведут себя вполне достойно.